И снова здравствуйте, дорогие ученики! Как вы знаете, меня зовут Олег Алабудин и сегодня мы проходим мануальную терапию трастовой техники. Сейчас будет ролик о разблокировке, мобилизации и декомпрессии спины со стороны человека, когда он лежит лицом вниз. Для этого мы кладем его ровно на горизонтальный стол, голову на бок. В принципе, неважно какой бок, но главное, чтобы он не загибал шею назад или вперед. Чтобы оно было как продолжение позвоночника, вертикально позвоночника. Диагностику сейчас мы не будем делать, об этом в следующем ролике поговорим. Просто простые приемы, которые используются либо в заключении массажа, то есть мы до этого его размяли, то есть уже согрели, там уже гиперемия, видно покраснение. Либо, когда человек пришел, так скажем, на холодную с улицы, то мы сразу видим, что если человек такой грузный, плотный, если он там пожилой, то с ним будет тяжело, ему сразу такие методы не поддерживают. Тут основное правило, чем человек худее, моложе, чем более мобильнее и эластичнее суставы, тем более легче с ним будет работать. Распрямляем ему спину полностью, для этого пускаем руки вниз, чтобы лопатки разошлись. Накрываем, все приемы делаем через какую-нибудь тряпочку, либо салфеточку, чтобы, не дай бог, у вас не соскочили, не соскользнули руки, иначе будет опасно. Опасно для него, он сразу может, ну, во-первых, там травмируйте, да, за почку какую-нибудь зацепитесь, во-вторых, он может дернуться в этот момент, дернуться, значит, получит спазм. Вот, самое главное, чтобы он вам доверял, ты не доверяешь? Да. И, если вот он пришел там с улицы холодной, да, обычно использую теплые одеяла, я подогреваю на колорифере, на батарее, накрываю его, они сразу такие, о, хорошо, тепло прошло, сразу уже там, сразу же вам такое расположение, да, респект, лояльность клиента повышается, он говорит, уже спасибо, вы еще не делали, уже спасибо. Можно сделать такую верблюжью хватку, разминка какая-то, через горячее полотенце, его так быстро промять, согреть, так быстро, чтобы он разогрелся там, растереть, через ткань даже можно растереть, через футболку можно растереть, так, смотрите, чтобы она не сильно елозила. И потом покажу на доске, но, в принципе, чтобы расшатать все сошинения, нас интересуют сейчас реберно-позвоночное сошинение, вот по зеленым линиям идет, примерно, да, астистые отростки идут по красной линии, сейчас как раз наглядно все это видно, и сошинения с тазовыми костями, это подвздошно-крестцовые, и L5-S1, это пресловутное место, да, вот мы эти места простукиваем достаточно сильно, и уголок лопатки, чтобы лопатка тоже ходила, то есть сюда мы стучим вертикально, в тело, ну, горизонтально у нас уже получается, да, и подключаем к лопаткам, по ребрам, берегите почки, и плавающие ребра сюда ниже не стучим, ну, либо так условно просто обозначаем, а здесь можно достаточно сильно, вот этим сошинением подготовили человека, теперь мы упираемся в ось подвздошной кости, с этой стороны по диагонали, с противоположной стороны в ось лопатки, ну, грубо говоря, это вот наши самые упирающие части спины, да, и они достаточно безопасны, потому что большие мощные кости. Делаем 3-4 прохода, если у человека лопатка, ну, как правило, у качков бывает, она далеко отходит, да, то прямо сразу открываются реберные соединения, вот эти вот, да, реберные поперечные, то сразу у них можно давить. Тут мы, получается, исправляем ротацию позвонков, ассистов, да, которые должны, по идее, быть на одной линии, а не взбернуты. Ну, пальцы, это как ассисты-отростки. За счет того, что мы не в позвонок сам удар наносим, да, а удар наносим в ребра. Ребро тянет за собой поперечный рыв позвонка, позвонок за ним начинает разворачиваться. Для этого мы, ну, когда мы делали массаж, вы видите, там я много видов всяких вибраций, раскачивания добавлял, да, здесь мы раскачиваем, добавляем такое, ну, вот, во-первых, можно продегностировать по-быстрому, тогда вот, если качаем, то импульс должен доходить до пяток, в данном случае, вот, видно, они шевелятся, тут доходит до лопаток, вот, видно, они шевелятся, чуть-чуть, даже вот затылок у него туда-сюда ходит, ну, в принципе, мы видим, где-то тут же начинает теряться. Тогда мы раскачали его, пока раскачиваем, я человеку говорю, расслабься, дорогой, дыши, и вот, когда дошли до преднапряжения, да, преднапряжение, что такое, это дальше вот, таз не движется, тут лопатка, или вот, дальше движется, вот, крайняя точка, да, после этого совершаем мобилизацию, на выдохе, если заметили, я перед началом, раза два три, вот, дохожу до преднапряжения, раз, два, три, во-первых, это не дает человеку подсказку, когда выдыхать, да, ну, если там ребенок, например, с ним вообще можно на одном выдохе, это все, прошел сюда, и сразу, с другой стороны, если грустный человек, такой, как бы, новичок, у вас на приеме, то прям, демонстрируйте ему, собственно, вдохом, сейчас выдыхаем, выдохнули, 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 в момент, траст, мы должны находиться, перпендикулярно, рабочей зоне, и наш пупок, точнее, точка дотянь, которая на тридцунь ниже пупка, по центру рабочей зоны, то есть мы нависаем корпусом над центром вот этого отрезка, переходим сюда, видите, на центр чуть смещается, видите, смещается центр сюда, есть небольшой нюанс, если вы его раскачали, и чувствуете, что вам нужно больше наборскую сделать на лопатки, да, вы можете сюда перейти, и просто за счет того, что тут, эта рука только растягивает таз, рабочая рука, здесь будет больше воздействия, либо вы чувствуете, что вам нужно набору, здесь, так, поясницу больше, раскипостить, да, переходим сюда, больше давления делаем именно на поясницу, следующий прием, это работа конкретно с поясницей, и с тазовыми костями, руки ставим накрест, чтобы они не расползлись, и у вас будет короткое движение, не позволяющее уйти мимо, рабочая рука, та, которая лежит на тазовой кости, эта рука только придерживает противоположные ребра, соответственно, смотрите, как выполняется прием, раскачиваем, раскачиваем таз, доходим до преднапряжения, вот, дальше уже не идет, да, и после этого наше давление будет идти по диагонали, во-первых, я вам говорил, что вот этой точке, или 5С1, все, что ниже, находится, мы тянем вниз, все, что выше, тянем вверх, значит, мы давим под 45 градусов в стол, и под 45 градусов в сторону, позвоночник наш имеет естественные изгибы, это внизу лордоз, спина кифоз, шея лордоз, соответственно, ну, чаще всего, соответственно, бывает, куда прогиб идет, туда и упирает позвонки, то есть здесь они выезжают назад, здесь они углубляются внутрь к животу, да, и в шее тоже, поэтому нам воздействие здесь и здесь нужно больше давать не на вниз, а назад, а воздействие на грудном отделе, наоборот, вперед, поэтому вот эти сочленения, где крестец, мы берем за кожу и резким движением вытягиваем назад, даже нужный весь крестец пройтись до копчика, сочленение подвздошного кисцового также отдельно захватываем, ну, вот я покажу, ой, ты так, не щипаясь сильно, это сочленение, мы их хватаем отдельно, чуть-чуть по двагонали получается, вот так, также их разблокируем на себя, ну, если человеку масло, то ничего не получится, вспотел, увидишь, было, да, это как раз крестцово-поздушное сочленение вот этого, грустного, лучше, конечно, вот через тряпочку делать, доходим до примерно восьмого, где-то там, позвонка грудного, до сюда обычно там идет хруст, дальше, в редких случаях у кого-то что-то хрустит, но, есть такой прием, когда мы вот эти позвонки, верхний грудной отдел, да, просто расшатываем за счет того, что подняли его за кожу, и относительно пермоночника раскресли, но, опять же, на толстых грузих такое не получится, на то, на ком можно, дальше, пойдет декомпрессия грудного отдела, для этого мы, как видите, артисты отростки, они наклонены назад, примерно по 40 кг, вот так у них, да, мы в них упираемся, подушечками пальцев, делая из ладошки такой вакуум, вакуумную подушку, чтобы по ним конкретно не бить, да, через руку, через свою руку, простукиваем, вот туда, по 45 градусов, вперед и вниз, расшатывается сочлемение, таким образом, и подготавливаем его к дальнейшей манипуляции, а манипуляция декомпрессионная делается с нажатием на эти позвонки, опять же, плавающие проходят мимо, да, примерно, вот, 10-8 ребра, начинаем, здесь, смотрите, кто как уже может, уже зависит от ваших науков, да, кто-то делает одной рукой, у кого-то руки такие мощные, что он между подушечками ладоней может зажать систый позвонок и берем его развернуть, есть такие люди, для безопасности мы все-таки на него не жмем на систый позвонок отросток, да, а жмем с боков вот этими ребрами ладони, внедряемся в тело, вперед, то есть вверх, снизу, вверх, да, и раздвигаем, внедряемся и раздвигаем, внедряемся и раздвигаем, такое, кивательное, такое движение получается одновременно, потренируйтесь пока на воздухе, можно, в принципе, кулаками и туда, да, можно и запястьями так же раздвигать, надавили, раздвигали, раздвигали, одновременно, да, вот с таким какого-то раздвижения, помните, лодочки делаем, да, аналогия, да, то же самое, так, демонстрирую, опять, три раза примерно раскачиваю, даю ему, помешиво, когда уже выдох, выдох, заметил, я на выдохе, дошел до напряжения, то есть надавил до конца, вот только тогда идет мобилизация, небольшой нюанс, скажу, для тех, кто мощный, толстый, да, человек, грузный такой пришел, вы его можете не продавить, или вам стол будет слишком высок, потому что в человеку настолько лежат, как я отстала, то тогда можно это сделать, залив, залез сверху, и соответственно, у вас добавляется вес, вес вашего корпуса, в этом случае вы должны дойти до напряжения, когда выражаете прямые, вот, не выпрямость, и своим весом делаете толчок, если вы получаете залезть, ну, так же, в принципе, на полу можно работать, тоже с той же самой целью, то такой прием называется хвост кенгуру, вы добавляете мах своей ногой, вот так вот, знаете, для чего хвост кенгуру, для дополнительного импульса, чтобы прыжок был дальше, то она им отталкивается, как маятником, и прыгнет еще дальше, мы таким образом импульс передаем глубже, то есть вот раскачали, и в момент удара махнули ногой, и следующий прием, мы разгружаем реберно-поперечные отростки, начинаем от лопаток, упираемся в глост лопатки, с одной и с другой стороны, видите, натягиваем, натягиваем до последнего момента, преднапряжения, вот когда полностью растянутый, руки крест-накрест, чтобы не съехали, и говорю, выдох, всем корпусом, как можно пройтись, три-четыре раза, и следующий момент, мы можем, ну это буквально отрезок вот такой, примерно там, от 3 до 8 ребра позвонка грудного, на скручивание, пока мы, я не говорю еще, пока мы что-то конкретно правильно, это об этом в следующий раз, в следующих видеороликах, пока просто вот мобилизация идет, раз, два, три, и по типу, в сторону, раз, два, три, ну буквально большой отрезочек, все, человек отдыхает, расслабляется, для кого-то это бывает уже достаточно, если какие-то конкретно проблемы, мы об этом рассмотрим в следующем видеоролике, ну и в следующем видеоролике, у нас уже пойдут элементы скручивания, таза, ну и грудном клетке тоже, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, не забудьте поставить на колокольчик, чтобы получать новые уведомления, о новых полезных видео, а с вами был Олег Колов Гудвин, вы лучше приходите на тренинги, здесь мы вам поставим руки, всему научим прямо на натуре, потому что смотреть видео бесполезно, по видео, по видео мало чему научитесь, до новых встреч, дорогие друзья!